Теперь жизнь тех, для кого каждый день настоящее испытание, может стать проще. Новый приказ Министерства труда России, который вступил в силу в начале месяца, внес некоторые изменения в процесс получения инвалидности. По словам эксперта, процедура не стала жестче, а количество необходимых обследований увеличилось, что должно повлиять на качество всей процедуры. Если раньше комиссия учитывала лишь ограничения в труде, то сейчас во внимание принимают и психологическое состояние человека. Эти новые введения в первую очередь созданы для того, чтобы упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы, чтобы была открытость, понятность не только для специалистов службы МСЭ, но в первую очередь для самого гражданина, который проходит экспертизу. Что делать тяжелобольным людям, которые живут там, где проведение экспертизы невозможно, а состояние здоровья не позволяет поехать на обследование в другой город? Теперь пройти все необходимые процедуры можно в стационаре местной больницы или у себя дома. В случае, если по состоянию здоровья пациент, хоть взрослый, хоть ребенок, не могут явиться в бюро МСЭ на освидетельствование по месту нахождения бюро, медицинская организация делает отметку о необходимости освидетельствования на дому или в стационаре, если госпитализация необходима. И в этом случае специалисты бюро выезжают и осматривают на дому или в стационаре. Пока процесс получения инвалидности остается проблемным. Зачастую те, кому действительно необходимо получить инвалидность, сталкиваются с отказом еще на этапе первичного обследования в местной клинике. Напомним, что в этом случае вы имеете полное право потребовать справку об отказе, которая дает право самостоятельно обратиться в медико-социальное бюро. Новый нормативный акт содержит в себе ряд спорных моментов, которые препятствовали людям и раньше. Так, потеря глаза до сих пор не позволяет получить инвалидность. Одноглазие не является критерием установления инвалидности. Если второй глаз полностью функционирует 100%, на сегодняшний день оснований для установления инвалидности нет, поскольку второй глаз на себя берет полностью функцию. Напомним, что обжаловать любое решение медико-социальной экспертизы можно в месячный срок после его оглашения. Для этого необходимо подать письменное заявление в то бюро, которое вынесло решение или в вышестоящий орган. Любое решение может быть обжаловано в месячный срок. Если эта экспертиза была в первичном бюро, то заявление подается либо в бюро, либо в главное бюро. Если обжалуется решение главного бюро, то есть заявление подается в главное бюро, либо в федеральное бюро. У нас на сегодняшний день порядка 13% отмененных решений по обжалованию первичного бюро. Это достаточно большой процент. В этом году количество инвалидов, приходящихся на 10 тысяч, возросло с 53 до 57. При этом первую группу получили 19% инвалидов, вторую 35% и третью 46%. По всем вопросам можно обратиться по номеру горячей линии Главного бюро медико-социальной экспертизы, который вы можете видеть на своих экранах. Егор Полторыхин, Эльдар Каюмов, Городской телеканал ЮТВ.